Большинство женщин, конечно же, мечтают выйти замуж за обеспеченного человека, который бы сделал их дальнейшую жизнь практически безоблачной, хотя бы в денежном плане. На самом деле выйти замуж за олигарха не так сложно, но действительно ли этот брак может принести столько счастья, сколько ожидают барышни? К чему вообще нужно быть готовой, выходя замуж за столь обеспеченного мужчину? Дело в том, что существует огромнейшее множество разнообразных подводных камней в таких браках, и молодые девушки даже не догадываются о том, какие сложности их могут поджидать в таком неравном браке. Может быть, мужчина на первых порах отношений будет очень щедр, начнет постоянно одаривать свою избранницу, однако. Потом мужчина будет осознавать, что женщина пользуется исключительно его деньгами, не имея при этом своих. Часто в таких семьях мужчины просто запрещают без их ведома подходить к их кошельку, бюджет становится практически раздельным, и... Более того, потом обеспеченные мужчины даже могут попрекать деньгами своих барышень. Умный мужчина в любом случае осознает, что он привлекателен для женщин во многом благодаря своему материальному положению. Поэтому дорогими подарками и сюрпризами он, по сути, покупает понравившуюся девушку и в дальнейшем может относиться к ней как просто к очередному приобретению. Проявляться это может по-разному. Например, если мужчине что-то будет нужно, то ему будет все равно, какие у дамы дела или самочувствие, она будет обязана выполнять его просьбы. У обеспеченных мужчин существует установка, которая гласит, что если жена собирается работать, значит муж ее недостаточно хорошо зарабатывает. А это причина для комплексов и сомнений по поводу своей успешности, поэтому обеспеченные мужчины редко разрешают женам работать. В период ухаживаний, то есть так называемый конфетно-букетный романтический период, действительно можно ожидать от олигарха романтичных поступков и много внимания с его стороны. Но потом это внимание сойдет на нет, как минимум из-за того, что мужчина для того, чтобы много зарабатывать, должен много работать. Да и у богатых мужчин частенько имеются свои хобби, на которые они готовы тратить много времени. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. У обеспеченных мужчин больше претензий к женам, так как они тем самым пытаются, что называется, свести дебет с кредитом. То есть они осознают, что дают женщине очень много и поэтому столь многого требуют взамен, чтобы уравнять отношения. Даже развестись с влиятельным мужчиной очень трудно. Он привык сам принимать все решения, соответственно не позволит уйти женщине, пока сам этого не захочет. Разводу он будет всячески препятствовать, а если в браке появятся дети, то он станет манипулировать ими. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Не стоит считать, что выйти замуж за очень обеспеченного человека значит жить беззаботно и счастливо. Это отнюдь не так, нужно стремиться не к обеспеченной жизни, а к тому, чтобы жить с любимым человеком. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.